Всем доброго и хорошего времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр. И давненько мы вместе с вами не разбирали огромные корабли в игре под названием Ship Graveyard Simulator 2. И сегодня мы будем разбирать не просто какой-то грузовой гигантский танкер, мы будем разбирать самый настоящий военный корабль. И если вам понравится этот видос или вы захотите меня поддержать, ну вы можете это сделать с помощью лайков. Но от этого корабля нам, друзья, придется избавиться. Да, конечно, можно было бы разобрать его до конца. А зачем я машину отгоняю? Не знаю. Конечно, можно было бы разобрать его до конца, но это потребовало бы уйму времени. А мне на самом деле хочется просто посмотреть на новые корабли и на то, что в них будет интересного. Так, давайте сядем за комп и отравим корабль на лом. Конечно, конечно. Да, я действительно хочу сдать этот корабль на лом. Такова жизнь, такова жизнь. Какие-то деньги с него я заработал. И, кстати, смотрите, друзья, мы сдали его на лом, но не получили ничего. Прекрасно. Ладно, какие-то деньги мы с него заработали, это уже неплохо. Но давайте купим военный корабль. Это у нас Чеби. Небольшой военный корабль. Уровень сложности минимальный. Военный корабль времен Второй мировой войны. Известный своей скоростью и смертоносностью. Что ж, да, мы хотим этот корабль. Конечно. Я какое-то время потратил, чтобы на него накопить, и корабль появился. Вау. Он и правда небольшой. Ну, он большой, но не такой большой, как я думал. Он правда небольшой. Там есть и другие военные корабли в игре, но начинать мы будем с этого. Каков красавец. Посмотрите, я думаю, что этот корабль нужен был для того, чтобы, я не знаю, мины устанавливать. Потому что я сзади вижу мины. И сам по себе по размерам он небольшой. Ну, имеется ввиду... Подводные мины, конечно. Какие же еще? Вон они сзади. Радиоактивная опасность. Старые военные корабли по-прежнему таят в себе немало опасностей. Одна из них контейнеры с радиоактивными материалами, которые препятствуют работе на корабле. К счастью, у вас есть счетчик Гейгера, который предупредит вас об опасности. Чтобы избавиться от вредных материалов с корабля, вам придется расчистить путь до крана. Ага. Но откуда на военном корабле... Это, наверное, вот эти, да? Откуда на... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Откуда на военном корабле все-таки, друзья, радиоактивные материалы? Нет, я понимаю, что есть там взрывоопасные и так далее. Но что, прям радиоактивные? Капец, это что, вот это? Слушай, это знаете, на что похоже? На ракетные шахты. Как будто они открываются, отсюда вылетают ракеты. Но проблема в том, что технологии Второй мировой войны не позволяли бы это делать. Тогда не было таких ракет. Ладно, давайте попробуем убрать эту мину. Что, прям вот так вот молотком прям ее будем бить, что ли? Ха-ха-ха. Это, по-моему, самая глупая... Самая глупая идея, которая может вообще прийти в голову. Пулемет тоже уберем. Бите мину молотком. А, слушай, это... Нет, погоди. Если эти отсеки нужны, эти дверцы для того, чтобы экипаж стрыгивал вниз, для чего вот это нужно, я не понимаю. И где радиоактивная опасность? Она где-то... А, вон бочки, наверное, да? Ладушки, давайте пройдемся пока по верхам. Пэм. Ёлы-палы. Здесь вообще-то саперы должны работать, наверное. А уж явно не такой чел, как я. Ну ладно. Зато из них мы будем получать много денег. Я на это надеюсь. Так, все взрывоопасное убираем. Вам нужна болеть часть. Погоди. Давай сделаем так. Разрушить. Где мой молоток? Вот так. И давай вот это тоже уберем. И потом будем добираться до радиоактивных частей, потому что, наверное, убить меня они не смогут. Ну, потому что в игре это не предусмотрено. А вот мешать довольно серьезно не смогут. Ой-ой-ой. Увидите, что происходит. А-а-а. Вот так, значит. Меня аж выкидывает. Я понял. Меня аж выкидывает на базу. То есть подходить к бочкам вообще нельзя. А как работать в таких условиях в таком случае? Нет, я могу, конечно, сверху все делать. Но я думал, как обычно, стеночки обвалить, чтобы все обвалилось. Но, видать, такой вариант нам не подходит. Ешки-матрешки. Это придется попотеть, чтобы все сделать нормально и грамотно. Вот это все нужно спилить. Давай. Лестницу тоже, разумеется, не достаю до нее. Да черт возьми, лестница. Ты что, пилиться будешь? Нет сегодня? Да как тебя распилить-то? Все это... Угу. Еще тут. Дотянусь. Неправильный инструмент. Да инструмент-то правильный. Это я дотянуться не могу. Очень сковывает возможность работы. Это бочка. Так. Ну давай. Благо, что сложность у корабля невысокая. И все болты выбиваются буквально за один удар. Это, конечно, хорошо. Это, конечно, приятно. Но... Это жесть. Старая добрая тактика работы здесь не помогает. Ну игра, спасибо, что сохраняешься. Так, еще вот это нужно сломать. Ага. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут еще электричество, что ли? Да вы гоните. Ёлы-палы. Как мне достать эти бочки-то? Откуда... Я же даже не понимаю, откуда электричество идет. Так, давайте посмотрим, где может быть вообще щиток с электроэнергией. Пум-пу-рым-пум-пум. Может здесь? Да вряд ли он, скорее всего, где-то внизу, на нижней палубе. А спускаться-то туда страшно. Давайте тут соберем немного материала. Это на самом деле круто, что игра стала значительно сложнее. Раньше ты просто ломал, ходил и убил. А сейчас тут, видите, электро... Ух ты. Мобильный груз использования. На некоторых кораблях можно встретить мобильные грузы. Спасибо, игра, я знаю это. Вот он, щиток. Угу. Куда вообще ведет кабель? Можно попробовать с помощью взрывчатки. Только у нас ее нет. Подожди, остались заряды. А ну-ка попробуем, попробуем так сделать. Интересно, получится ли? Все. Электричества больше нет снизу. Э. Но его, по крайней мере, нет здесь. Это уже большой плюс. Ну, выбили стену. Это хорошо. Подожди. Надо разбираться с электричеством. В любом случае. Понять бы просто, где оно, откуда, где источник. Тогда все будет, конечно, гораздо проще. Вот куда кабеля идут, друзья. Вот за этой дверью, скорее всего, и есть источник. Тогда нам нужно подняться наверх. Погоди, я начинаю путаться. Это где-то вот тут вот в корме. В корме, в носу корабля. Так, давайте-ка мы проломим здесь дверь. Проход. И произведем такую небольшую разведку. Посмотрим, что там вообще. Сможем ли мы добраться без использования взрывчатки? Денег-то просто у меня немного. Я, конечно, мог бы ее купить. Так, и что, как мне делать? Как мне быть? Эээ, не выкину, да? Она мимо попадет. Ладно, не страшно. Потом переложим. Такое уже случалось. Давайте подрубим фонарик. Ой, что-то он прям слепит. Кору... Опа! Все! Нашелся рубильник, друзья. Электричество отключено. Суперски. Можно было бы и взрывчатку не тратить. Забирайся наверх. Ты ж только что почти забрался. Что за подстава? Вы ж видели, да? Я только что почти забрался и больше не могу. Где мой этот самый? Вот он. Да вы гоните. Ну че ты? Че ты не подтягиваешься до конца-то ты? Да че ты? Хиллы-палы. Замуровали демоны. Как выбраться? Я понял, наверное, как выбраться. Зачем я вообще спускался сюда? Там... Бар! Выбирайся! Запрыгни на эту штуку. Во! Все! Ужас, блин! Ловушка! Так, давайте избавимся теперь от мочек, друзья. Да-да-да, я понимаю. Че-че? Понимаю. Не те кнопки нажал, ладно. Я случайно. Давайте вот эту штуку сломаем. Да какой электрич... Вы че? Я ж отключил. Подожди. А если я не отключил, то откуда тогда идет или... Ага, значит источников несколько на корабле. Это усложняет ситуацию еще больше. Кто этот корабль вообще сюда притащил? Он наверняка хочет, чтобы я пострадал, да? Я не хочу страдать. Так, это можно убрать? Ладно, сейчас разберемся. Тут надо спилить. Что значит не может? А, точно, горелка нужна. Я давно и не пользовался. Надо бы ее прокачать. Хорошо. Так, спускаемся вниз, друзья, тогда. Где-то, вероятно, выламываем дверь. Где-то, вероятно, источник должен быть вот за этой дверью, я полагаю. Вот, кобеля я вижу, как ведут туда, да? Опять не то нажимаю, как всегда. Так, нам бы избавиться от этих ящиков. Как бы отсюда вылезти опять. Я могу, наверное, сделать так. Да. Так, от этого мы избавились. Давайте возьмем мою кувалду и попробуем пробиться внутрь. В целом, сложно быть не должно. Если, конечно, под напряжением не будет ничего. Если рубильник находится не тут, то я уж и не знаю тогда, что делать. Нет, найдем рано или поздно, понятное дело. И что? А. Почему он у него ламывается? Ладушки. Предположим. А почему оно не выламывается? Оно должно выламываться. Я же полностью освободил. Погоди. Так, игра, ты что делаешь? Ну, хотя бы тут выломали. Добрались до бочек, но... Окей, значит, отсюда идет, скорее всего. Я понял. Угу. Прекрасно. Прекрасно. Тут все под напряжением. Сверху я тоже подобраться. Да не смогу к этой части корабля. Стало быть. Попробовать так? Да забери ты это. Так, давайте мы выкинем ящик. Похоже, и получится все-таки подобраться. Я надеюсь на это. Аккуратненько. Вот тут... Класс. Сам себе... Зачем я убрал стол? А! Что я делаю? Ха-ха-ха. Что я делаю, блин? Сам себе пути отступления убираю. И вернуть же на место не получится. Ха-ха-ха. Хорошо, Саня, хорошо. Вон он! Зараза такая, расшелся. Сюда иди. Ну все, теперь-то уж точно. Нормально, жить можно. Так, теперь можно и от бочек избавиться, я полагаю. Там ведь больше нет электричества. Скажите, что его больше нет. Вроде как больше... Не, все нормально теперь. Ломаем. И давай, уберите экраном вот это, уберите. Безобразие это. Аж утро уже наступило. Давай, экрановщик. Желаю тебе там успехов, здоровья. Ты, главное, костюм защитный одень, прежде чем... Да. А может это все-таки не ракетные шахты? А что это тогда такое? Дико интересно, на самом деле. Так, выпаять это будет, конечно, дико сложно, наверное. А нет. Слушай, я думал, будет гораздо сложнее. А так-то нормально, легко. Пум. С обратной стороны, наверное, тоже. И скорее всего, эту штуку придется поднимать краном. Уж больно она массивная и тяжелая. Во всяком случае, такой выглядит. А почему? Я не могу это поднять, потому что... Или наоборот могу. Вроде было красным, но... Непонятно. Нет, вроде бы кран поворачивается, сейчас будет ее убирать. Ладно. Спасибо, кран. Значит, мне показалось. Или типа того. Все, вот эта штука нужна, не знаю, для того, чтобы мины опускать. Аккуратно. Или что-нибудь в этом духе. Или наоборот подтягивать. Такая лебедка гигантская. Опа. Зацепил. Что это вообще такое было тогда? Друзья, кто разбирается в устройстве боевых кораблей военных, объясните, пожалуйста, мне, незнающему человеку, какое предназначение у этого и... Что это? У этого оборудования. Назовем его так. Потому что малейшего понятия я не имею. Вроде бы что-то должно делать. А вроде бы зачем? А, наверное, я на этой штуке был, поэтому кран не мог, я понял, работать в этот момент. Хорошо, хорошо. Такой вариант, такой ответ принимается. Пэм. 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 По 20 килограмм всего лишь, кстати, весят. Не так уж и много. Могли бы весить и больше. Пулемет давайте заберем. И отправляем это туда. Эх, страшно, кран. А из чего состоит лебедка? А из чего эта штука состоит? Я даже не посмотрел. Что значит нечего сканировать? А это что? Железо, высоколигированная сталь. Ничего супер-мега примечательного. Все, дали ему следующую задачу. Давайте в переднюю часть корабля сходим. Тут у нас стоит огромное орудие. Корабельная, мощная пушка. Стреляющая на большое расстояние, скорее всего. Пэм. И состоит она у нас из масла и высоколигированной стали. А нам нужно 200... 900 килограмм нам нужно, высоколигированной стали. Кислота, золото нам нужно. Ух ты, алики. Он еще эту штуку не убрал, да? Лебедку. А что ты лебедку не будешь брать? А, я тебе не говорил лебедку брать. Убирай тогда пушку. Давай, братишка. Пушку, пушку, пушку. Высоколигированная сталь. Прибавится она или нет? Потому что такое ощущение, будто она не прибавляется. Когда он поднимает краном объекты. Вот эту штуку можно срезать. Будто бы она не прибавляется. В список... ...вещей. Либо мне кажется, либо она не прибавляется. Хотя и состоит из высоколигированной стали. Да давай уже. Ой. 260. Сейчас засчитают или нет, как думаете? Ну, вроде опустил. А, засчитали. Нормально. Просто у меня такой баг был в тот момент, когда я готовился к этому ролику. Когда зарабатывал деньги, чтобы купить военный корабль. И были моменты, что я поднимал с помощью крана что-то, а оно не засчитывалось. И ты такой, чё? А почему? Кстати, вот тут всё нужно спилить, чтобы получить доступ вот к этой штуке. Поэтому ещё аккуратненько пройдёмся. По периметру. Молотком, наверное, бить это не стоит. И всё здесь расчистим. Всё здесь снимем. Так. Можно было бы сразу по первому этажу пройтись. Но тогда эта штука сломается, если она упадёт с большой высоты. Такую ошибку я уже совершал. И совершать её вновь нет никакого желания у меня. Да чё это? Ну чё это? Понимаю. Классно. Просто чудесно, если я правильно понял. Ну бери. Так, давай спилим тут всё. И не мешало бы, друзья, нам прокачать ещё и болгарку. И молоток. И вместительность. И много чего ещё. Персонаж прям нуждается в прокачках. Прокачках, прокачках, прокачках. И прокачках. Есть. Есть. И ну... Ну чё с тобой опять? Ну как так-то? Ну и чё это? Ты прикалываешься? Игра надо мной или чё это? Это слишком тяжёлое. Слишком далеко прыгнул. Игра... Вы ж видите. Либо я чё-то не так делаю, либо игра надо мной просто... А, ящик улетел дальше. Прикольно. Либо игра надо мной просто издевается. Это чё такое? Чё за подстава? Чё это? Чё это? За что она держится-то? Алло. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Это какой-то бак. Она выглядела так, будто бы она не... Не разбито. Прекрасно. Это я, получается, болван, да? Ха-ха-ха-ха-ха. Игра тут ни при чём. Печально. Печально, когда ты думаешь, что игра при чём А оказывается, эта игра не при чём, а ты при чём Ну, ну ладно Так, а я дотянусь? Не, пока нет, надо вот эту штуку убирать тоже Ёлы-палы, неприятна игра Выставила меня болваном Эх Игра, игра Чё ж ты делаешь-то такое? Эй, некрасиво Давай Тут обвалим, там обвалим Тут спилим Так, так Бэм Чё, не сломано ещё? Я помню, как-то по-другому делал Что позволяло сэкономить довольно много времени Но я не помню, как я делал и что Сначала обваливать нужно Именно стену или Несущую опору Вот не помню, серьёзно Я как-то делал, что только одно Например, несущую опору и всё И всё остальное ломалось само Вот не помню, друзья Напомните мне, пожалуйста, как правильно Работать с инструментом здесь Чтобы сразу всё обвалить Ну и чё? Ладно, не заметил Слишком тяжело Не закину, да, отсюда? Да не... Отменить, кстати, кнопки нет Если ты уж начал бросать То ты по-любому бросишь Это печально Жизнь моя жестянка Ха-ха-ха-ха-ха Чё-то не идёт у меня сегодня Вылазанье и залазанье Куда-то Как-то тяжело дается мне это, друзья Так, ломай, а поднять Хорошо Можно, наверное, прям вот тут Все уже не собирать А вот так вот пройтись Вот это сломать и в целом будет окей Наверное Здесь достаточно места Вот эту часть надо сломать Вот это нужно обвалить Но это придется вот тут все обваливать В целом Не то чтобы мне лень, но ладно Инструмент работает хорошо, а это главное О! Нормалдо, нормалдо, нормалдо обвалилось Так, снова бежать туда Не страшно, это все тоже деньги Это все тоже пригодится Все пойдет во благо будущих разборок Так А, это можно просто разрушить Классно Нет Теперь Нет Почему? О! Другой разговор совсем Хорошо Здесь Отлично Так Как бы лучше подойти? С какой стороны? Чтобы она сразу все обвалилась Вот тут вот пройтись Получается Вот тут нужно пройтись И она обвалится Хотя будет за потолок держаться Это и потолок нужно тогда ломать Потому что она будет за потолок держаться Неприятно, конечно Так, давай мы вот эту стену еще сломаем Вот не нравится она мне Что-то есть у меня желание сломать вот эту стену Я что-то сломал, но не знаю, что Не страшно Теперь я знаю хотя бы что сломал Болгарочка, давай-ка Ой, хорошо Вот сейчас прям хорошо было Можно вот тут пройтись Но опять же нужно всю стену пилить Иначе она будет держаться До бесконечности Ну ладно Справимся с этим Я очень много лишней работы проделываю Вот прям Меня не покидает это ощущение Что я прям Очень много лишней работы проделываю Но хлама Зато получается Просто Мама не горюй Мама и не должна горевать Так Скоро я подниматься здесь уже Не смогу Ну что, вот тут пройтись Она сломается Вот так вот Разрезать вот так Но опять же Зачем я здесь сломал Тогда непонятно Ни одному, думаю Мне непонятно Зачем я это делал Нет? За что держится стена? Вот это кусок За что держится? Наверное, с обратной стороны Не иначе Хорош И даже если Учитывать реальную Физическую модель Нашего мира То оно бы вот Прям действительно Держалось бы Потому что Есть за что держаться Точек соприкосновения Довольно много У всей этой конструкции Такие вот, друзья, дела Так что Оно должно держаться Оно и держится Ладно Давайте отсюда Попробуем подойти Не ломается еще А, конечно нет С чего бы И тут почти нет Перекрестных опор Они в основном Идут одинарные То есть Вот такие Как сейчас Мы сломали Вот Почему? Появилась новая Конструкция Которая Нет Показалось Я думал Она насквозь проходит И что нужно И с той стороны Подбираться И с этой Но это опять Моя ошибка была И только Так Ломай, ломай О, у меня аж Компьютер начал Гудеть Жужжать От происходящего Да я сам Гудеть и жужжать Начинаю Ну ладно, друзья На этом мы с вами Пожалуй пока остановимся Надеюсь Вам понравился Этот видос Большое спасибо За внимание За просмотр До новых встреч Удачи, пока И счастья вам Берегите себя Пока, друзья Берегитесь радиации Ууу Ха-ха Пока Пока